Уровень благосостояния европейского населения в среднем упадет в два раза. Это социальная катастрофа. Я напомню, что спад во время Великой депрессии в 30-е годы прошлого века составлял меньше. Он был где-то 35-40% в Европе, в Западной. И это привело к двум эффектам. Первая была колоссальная безработица, достигавшая в пиках до 40%. Это общая безработица. А, соответственно, вторая, в большинстве стран Европы были откровенно фашистские режимы. Нет никаких оснований считать, что что-то будет лучшее в ближайшие годы в Европе. Такие вот остронационалистические лозунги — это вполне себе часть национальной, часть европейской традиции. Вполне вписывается в евроценности. Неминуемо возрождение националистических партий. И, собственно, на последних выборах в ряде регионов уже начинаются проблемы в Евросоюзе, начинают приходить крайне странные образования к власти. То я сказал, что не исключено, что все вот эти вот гей-парады публичные, они так демонстративно делаются для того, чтобы потом было на кого направить гнев голодающего населения. Чтобы сказать, вот это вот они гады, во всем виноваты, их нужно повесить на фонарях. Меня объявили почему-то в гомофобии, хотя я не очень понимаю, какое это имеет отношение, поскольку исторические примеры в этом смысле говорят совершенно четко, что вот как бы евреев и гомосексуалистов вешали в Германии на фонарях прежде всего. Ну, про евреев мы даже говорить не будем, потому что слово «еврей» в Евросоюзе очень специфическое. Там есть культура Холокоста. Сегодня эта тема в Евросоюзе табуирована. Ее обсуждение — это уголовное преступление, как показывает опыт, когда какая-то историческая тема становится уголовным преступлением. Это неминуемо ведет к тому, что те неприятности, которые этим запретом хотят прекратить, с большой вероятностью восстанавливаются. Поэтому я честно предупреждаю, что, скорее всего, в ближайшие 3-5 лет во многих регионах Европы будут еврейские погромы, при этом которые, ну, формально они будут привязаны к тому, что евреи контролируют банковскую финансовую сферу, что, конечно, абсолютно неверно, но частично имеет место. И, соответственно, привели к тяжелейшему экономическому кризису. И виноваты в этом во многом будут те, кто запретил обсуждать тему Холокоста.